Более 70 ракет выпустила Россия в ходе очередного массированного удара по Украине. По всей стране введены аварийные отключения электричества. На фоне тройной эпидемии французы отказываются следовать рекомендациям правительства носить маски в общественном транспорте. Сборные Бразилии и Хорватии вышли в одну четвертую финала чемпионата мира в Катаре, победив команды Южной Кореи и Японии. Более 70 ракет выпустила Россия в ходе очередного, восьмого по счету массированного удара по Украине. По словам Владимира Зеленского, большинство снарядов удалось перехватить, несмотря на то, что Москва заявляет, что поразила все 17 целей. Украинский президент сообщил о четырех погибших в результате обстрела. Каждая сбитая российская ракета это конкретное доказательство того, что террор можно победить. Но, к сожалению, мы все еще не можем обеспечить полную безопасность нашего неба. Было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. На данный момент известно о четырех погибших в результате российских ударов сегодня. Мои соболезнования их родным и близким. Из-за повреждения энергообъектов во всей стране введены аварийные отключения света. В некоторых районах прекращена подача воды. По информации СМИ, одна из российских ракет упала на территории Молдавии. В стране также наблюдаются перебои с электричеством. Невозможно привыкнуть к чему-то подобному, но, конечно, можно приспособиться. Люди могут приспособиться ко всему. У нас есть фонарики и внешние аккумуляторы. Все, что нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации. В то же время Минобороны России обвиняет Киев в атаке беспилотниками на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В результате погибли трое военнослужащих, четверо ранены. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектом оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Из-за постоянных российских обстрелов с оккупированного левого берега Днепра все больше жителей Херсона покидают город. Для них организованы эвакуационные поезда. Коммунальная ситуация в освобожденном городе на линии фронта остается тяжелой. Подача электричества и воды все еще затруднена. Ну что, крупнее? Ну, так, наверное, нормально. Национальный совет по электронным СМИ Латвия аннулировал лицензию независимого российского телеканала «Дождь». В Совете заявили, что сделали это из соображений безопасности. Поводом для решения стал скандал вокруг заявлений журналиста Алексея Крастелева, но в Риге подчеркнули, что возможное выражение поддержки российской армии стало лишь одной из причин. Вину дождю вменяют отсутствие звуковой дорожки на латышском, карты с Крымом как частью России, а также некую информацию, полученную от службы национальной безопасности. «Дождь» должен прекратить вещание на территории Латвии в ночь на четверг. Теоретически решение еще может быть оспорено. Французы в общественном транспорте отказываются надевать маски, несмотря на настойчивые рекомендации правительства. Власти призывают население вернуться к порядкам под забытым защитным мерам на фоне сразу тройной эпидемии и в преддверии рождественских каникул. В противном случае Минздрав Франции грозится сделать соблюдение ограничительных мер обязательным. Социальное дистанцирование, вакцинация – это индивидуальная защита для наиболее подверженных риску пациентов. Таких, как те, с которыми я встретился сегодня здесь, в больнице ФОЖ. Это также коллективная ответственность. Наша система здравоохранения находится под большим давлением, будь то в городской медицине или в больницах. В нынешней напряженной ситуации эта тройная эпидемия, бронхиолита, гриппа и ковида ставят систему под угрозу. И если система не сможет больше справляться, то все пациенты окажутся в сложной ситуации. Что касается ковида, кажется, французы порядком подустали от ограничений во время пандемии и предпочитают научиться жить с коронавирусом. Нужно ли делать это обязательно? Большой вопрос. Я лично думаю, что мы должны найти решение, чтобы в конце концов привыкнуть к ковиду, потому что создается впечатление, что он приходит и уходит, приходит и уходит. Я думаю, что сделать это обязательно немного сложно, потому что сегодня людям надоела вся эта ситуация. И для меня лично это не должно быть обязательным. Между тем, в настоящее время во Франции наблюдается огромное количество случаев гриппа, ковида и бронхита, особенно у детей, на фоне снижения уровня вакцинации, что создает нагрузку на систему здравоохранения. Сблизить позиции Евросоюза и США по вопросам торговли и технологии. С такой целью собрался в Университете Мэриленда одноименный совет, созданный в июне 2021-го по инициативе президента Байдена и председателя Еврокомиссии Фон дер Ляйн. При этом значительного прогресса от его третьего заседания обозреватели не ожидали. Думаю, мы достигли весьма примечательного соглашения по полупроводникам. Говорили о том, как предотвратить дальнейший дефицит в этой области, как избежать сюрпризов в будущем, а также обсуждали транспарентность и субсидии. Мы стали свидетелями практической позитивной работы, проделанной на трех сессиях по сближению экспортного контроля, ведь этот механизм оказался невероятно эффективным, когда речь зашла об агрессии России против Украины. Обсуждали также создание безопасных цепочек поставок, особенно для полупроводников, о сближении механизмов проверки инвестиций, как внутренних, так и внешних, о борьбе с нерыночной практикой некоторых стран. Стороны обсуждали недавно принятый в США закон о снижении инфляции и защите климата, вызывающий беспокойство как в Брюсселе, так и в европейских столицах. Он предусматривает выделение 369 миллиардов долларов на финансирование климатических и экологически чистых источников энергии. ЕС больше всего беспокоит субсидии на электромобили американского производства. Гособвинение требует приговорить оппозиционного политика Илью Яшина к 9 годам лишения свободы. Его обвиняют в распространении заведомо недостоверной информации о вооруженных силах России. В Мещанском районном суде Москвы дали показания свидетеля обвинения и защиты, с последним словом выступил и сам подсудимый. Поводом для возбуждения дела стал апрельский стрим Яшина в соцсетях, во время которого он рассказывал об убийствах мирных жителей российскими военными в украинском городе Буча. Яшин один из немногих политиков, которые, оставшись в России, публично выступали против войны в Украине. Новозеландские фермеры протестуют против налога на коровьи и газы. Правительство намерено ввести его с 2025 года. В стране 50 тысяч ферм на 5 миллионов жителей, в Новой Зеландии 10 миллионов коров и 26 миллионов овец. Скотоводы опасаются, что налог на метан попросту разорит их, а страна выпадет из числа ведущих мировых сельхозпроизводителей. Правительство в качестве компенсации предлагает фермерам повысить отпускные цены на свою продукцию, которую теперь можно будет маркировать как экологически чистую. 164 мигранта спасены в Средиземном море за минувшие два дня. Судно «Гео Баренс» под эгидой врачей без границ провело несколько операций у берегов Ливии, подняв на борт мигрантов, пытавшихся пересечь море на надувных лодках. По словам активистов, среди спасенных более 50 несовершеннолетних. В ноябре «Гео Баренс» был в числе других судов НПО, которым долгое время не разрешали высадить мигрантов в итальянских портах. По данным итальянского правительства, за 11 месяцев этого года в страну морем прибыли 95 тысяч нелегалов. На западе Австралии в понедельник началось строительство гигантского радиотелескопа. Название проекта SKA – «Антенная решетка в квадратный километр». Примерно такую площадь будет занимать десятки тысяч антенн, действующих как единое целое. Он должен стать крупнейшим радиотелескопом в истории. Австралийский комплекс будет действовать в паре с таким же расположенным в Южной Африке. Он начал работать еще несколько лет назад. После завершения строительства два дополняющих друг друга телескопа станут ушами по обе стороны планеты, позволяя нам слышать малейшие шорохи из глубин Вселенной, которые и вызывают ажиотаж в науке, и углубляют наше понимание Вселенной и происхождение жизни. Строительство должно завершиться к 28-му году. В масштабном проекте участвуют ученые и инженеры 14 стран. По их словам, телескоп сможет сканировать небо в 10 тысяч раз быстрее, чем это было возможно прежде. Комплекс будет проверять общую теорию относительности, искать гравитационные волны, выяснять, что происходило в течение первых миллионов лет после Большого взрыва, когда только формировались первые звезды, а также искать следы внеземной жизни. Находящийся в больнице Пеле заявил, что обязательно посмотрит трансляцию, и бразильские футболисты не огорчили своего главного болельщика, разгромив в 1-8 финала чемпионата Южную Корею 4-1. Бразильцы решили задачу уже в первом тайме, после голов Венисиуса Жуниора, Неймара, Ришарлисона и Пакеты. Во втором тайме Пайк Сенхон забил гол престижа. Неймар, отличившись в пенальти, забил уже 76-й гол за национальную сборную. До рекорда Пеле остался один мяч. В четвертьфинале соперником Бразилии будет Хорватия. Финалисты последнего Мундиаля сломили сопротивление Японии. Дайдзен Маэда открыл счет в конце первого тайма. Иван Перешич сравнял в начале второго и перевел игру в экстра тайм, в котором голов забито не было. В серии послематчевых пенальти хорватский голкипер Ливакович отбил три удара, подведя черту под волшебным катарским турне японцев. Хорватия теперь не проигрывает в 10 из 11 последних матчей на чемпионатах мира. Их единственная осечка за это время – поражение в финале прошлого Мундиаля от Франции.